Музыка Лето в этом году совсем не баловало сестры речан теплом и солнечными днями. И вдвойне приятно, что цветники и клумбы в городе, вопреки погоде и природным катаклизмам, все равно буйно цвели и благоухали. Традиция такая в городе – украшать цветами скверы и парки, улицы, дворы и балконы. Музыка Регулярно проходят праздники двора, на которых цветоводы показывают свои достижения. Регулярно проводятся конкурсы на самый красивый балкон, на самый лучший цветник. Начало этим конкурсом положил наш замечательный сестры речанин Влад Кулешов. Его уже нет с нами, но дело его живет и развивается. Бил обрываем, что греха таить. Он мне даже супруга сказала, вот ты вьешь, вьешь там балерянку и корвалон, я пойду сама первая выкину твои геопины, чтобы ты не переживал, что им голову открутили в хулиган. Сажай что-нибудь попроще. И вот действительно, вы знаете, за каждую цепочку переживаешь. Люди, которые работают на наших клумбах, цветниках, они делают это все от души, понимаете. Им никто не платит ни копейки. Им только помогает муниципальный совет. Рассадой, землей. Вообще любая помощь, мы обращаемся туда. Ограждение. Им говорим отдельное спасибо. А еще хочу рассказать вот что. Мы с Еленой Сергеевной Кулешовой, которая здесь присутствует, сидели и разговаривали о том, что Влад Петрович, скорее всего, будет смотреть на нас, когда мы будем проводить его любимый праздник. Повторяя его работу для людей, которые он делал всю свою жизнь. И она говорила, Влад Петрович нам обязательно пошнет солнечный день. Вот смотрите, он смотрит на нас сверху, говорит спасибо всем присутствующим. И я думаю, благословляет нас на дальнейшие подвиги и говорит спасибо всем, кто пришел и кто помогал нам в нашей работе. Спасибо большое. Вы не можете себе представить, сколько народа в Сестрорецке облагораживает придомовые территории. И мы хотели не забыть никого. Труд каждого человека очень ценен. Он ведь не оплачивается. Это все идет от души. Это очень важно. И мы обошли все, постарались никого не забыть. Даже человека любого, который просто вставил лопату в землю, мы вот знаем, что он уже поработал немножко для города. И мы его пытаемся не забыть. По всему городу цветники и клумбы. В каждом дворе можно найти уголки, любовно украшенные самими жителями. Я просто для своего удовольствия и для того, чтобы было красиво, чтобы люди радовались этому. Они уже, соседи даже поняли, что красиво. Вот у нас здесь угол такой красивый, радуются, даже гордятся, что у нас такие цветы есть. Переехали мы сюда уже 17 лет назад. И сразу же были посажены цветы, вот их топтали, кустарники, все это. Потом потихоньку народ приобщился к этому, видит, что красиво все-таки, что не надо мешать. Во всяком случае, они мне не мешают. Побеждала в конкурсах неоднократно. Администрация всегда присылает мне благодарственные письма. Даже премии выделяются. Я их трачу, конечно же, на цветы. И подарки тоже это дарят. В общем, даже была вручена медаль за заслуги перед городом. Не медаль, а почетный знак. Мне кажется, что это в принципе в целом не все же высаживают цветы. То есть это есть категория людей, которых внутренние стремятся к прекрасному. А все-таки, если мы говорим об украшении балконов, это же человек делает не для того, чтобы получить какие-то награды за это. Просто человек этим живет. Видно, что люди сами радуются и пытаются подарить это радость окружающим, которые идут. Конечно, очень приятно. Хотя, конечно, и проходят конкурсы, связанные с тем, кто лучше украсил балкон. Мне кажется, люди это делать не ради этого. Мы, когда проводим эти мероприятия, связанные с тем, чтобы определить, какой двор лучше, какой балкон лучше, это все очень субъективно. Это не объективно. Я вам даже скажу, что нет такого, что все стремятся поучаствовать в этом конкурсе. Отнюдь нет. Поэтому я могу сказать, что, наверное, тяга к прекрасному, скорее всего, заставляет людей это делать, нежели чем попытаться каким-то образом поучаствовать в каком-то конкурсе и его выиграть. Ну и, конечно, нужно сказать о том, что есть определенная вот эта вот аура городов, таких немножко провинциальных. Я не могу говорить о том, что Сестрорецк, Зеленогорск – это провинциальные города, но мы все-таки чуть-чуть отдалены от Санкт-Петербурга. И вот это вот позволяет нам жить вот в таком вот, как бы, в такой ауре курортного города, где все должно быть красиво, все должно быть прекрасно. У нас такое маленькое лето, что, конечно, есть возможность, когда что-то украсить, и люди стремятся это делать. Мы со своей стороны тоже помогаем. И муниципалитеты Сестрорецка, и Зеленогорска. Мы помогаем в начале весны цветами, там где-то землей, где-то помочь во дворах людям, которые инициативно и пытаются что-то сделать. К примеру, депутат нашего муниципального образования Юрий Юрьевич Козырев у себя во дворе тоже в этом году сделал клумбу. Поставил, поехал, купил, поставил фонарики. Очень красиво. И он, скажем так, наблюдает за тем, как это происходит, как это меняется. Он являлся инициатором, а сейчас уже весь двор во это вовлекается и нравится, потому что просто из-за какой-то там более или менее такой вот травы, которая там была, то есть теперь это красивая клумба, на которой растут цветы, стоят фонарики, и люди смотрят из окошка, им, конечно, это радует глаз. Поэтому мне кажется, конечно, это все идет от души, от такого внутреннего состояния, от желания украсить не только весь свой город, но и конкретно жилье, где ты живешь, балкон или двор. Здесь еще в прошлом году не было ничего. То есть росла сорная трава среди глиняных проплешин. А почему бы не разбить здесь клумбу с красивой подсветкой, с яркими цветами и красиво выложенными камнями, границами? Жители окрестных домов с энтузиазмом принялись за работу. Клумба получилась чудесная. К сожалению, лето у нас получилось не очень удачное, но жителей нашего города это не остановило. Можно посмотреть особенно в выходные дни. Почти у каждой парадной есть инициативные жители, которые разбивают свои собственные клумбы, сажают цветы. Можно посмотреть, что все это растет, благоухает. Выглядит это все очень достойно и красиво. Поэтому хочется все это сохранить и приумножить. И предлагаю всем для этого сделать максимум. Я очень люблю цветы, получаю от этого большое удовольствие. Просто вдохновляет меня это. Придает мне здоровье, сил, долголетие. Мне кажется, жизнь у меня продлевается. Просто смотрю на это, радуюсь. Радуюсь, когда радуются соседи мои, смотрят на мои цветы, любуются ими. Я от этого всего получаю удовольствие. Которые радуются и помогают. Да, их значительно больше. И с каждым годом их становится больше. Даже соседи верхние у меня, а теперь даже как бы в охране наблюдают и предотвращают всякие там эти варварские деньги к цветам. Но неужели у самоотверженных цветоводов есть недоброжелатели? Так и хочется воскликнуть. Не верю. И тем не менее. Не знаю, кто этим занимается, но, конечно, пакостят. Не знаю, кто, периодически. Ну, я расстраиваюсь немножко, потом успокаиваюсь. Думаю, ничего, все равно буду сажать на зло врагам. Уважаемые жители города Сестрорецка, все мы с вами хотим жить в чистом, аккуратном, а главное, красивом городе. И наши жители, к сожалению, делятся на две категории. Одни, которые создают красоту своими собственными руками, а другие жители, к сожалению, те, которые своими действиями разрушают эту красоту. Еще совсем недавно на этом месте был кусок пустой земли из глины, на котором ничего не росло. По моему обращению к местной администрации, здесь разбили клумбу, сделали очень красивую, ничего не предвещало беды. Весной высадили цветы, все очень красиво. И началась следующая история. Сначала начали пропадать камни, потом большими пятнами начали пропадать цветы. После этого купил еще лампочки, которые заряжаются от солнца, установил ночью подсветка, иллюминация, красиво. Каждую ночь пропадало по четыре лампочки. Вот хотелось бы обратиться к тем, кто этим занимается. Ребята, эти лампочки продаются в Лахте, в Уби. Стоят они 65 рублей. Купить не перекупить. Цветы продаются по 25 рублей в Белоострове. Камни есть на Финском заливе. Ребят, не надо губить то, что сделано руками людей и жителей. Очень обидно, что когда стараешься, к чему-то стремишься, создаешь красоту не только для себя, для всех. Я думаю, что все проходящие на эту клумбу обращают внимание. Радует она глаз. Она не может не радовать глаз. Но находятся, к сожалению, такие люди, которые вот такими своими действиями просто губят все на корню. Дорогие соседи, давайте жить дружно. Помните, для того, чтобы любоваться цветами, не обязательно рвать их и уносить с собой. Ведь на клумбах цветы радуют глаз гораздо дольше, чем в отдельно взятой вазе. Красота спасет мир. И пусть это спасительное шествие начнется с нашего города, с маленького, уютного, цветущего Сестрорецка.